Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Путь о православии в нашей жизни». Наверное, каждый из нас хоть когда-то задавался вопросом, с какого момента начинается человеческая жизнь. С момента рождения или все-таки с момента зачатия в трубе матери? С момента зачатия, утверждает христианство, мусульманство, иудаизм. Не противоречат этому и ученые. Они убедились даже в том, что внутри беременной женщины уже через несколько недель живет маленький человек со всеми органами, нервной системой, ручками, ножками. Долгие годы у нас в стране отношение к убийству нерожденного человека было просто чудовищным. Еще в советское время сформировался стереотип, что аборт сродни посещению стоматолога. И вот теперь наша Россия, отмеченная великими и доблестными достижениями, увы, лидирует в мире в позорном списке по убийству внутриутробных детей. У нас сегодня в гостях человек, который много лет занимается этими вопросами. Евгения Георгиевна Щукина, кандидата психологических наук, доцент кафедры психиатрии и клинической психологии Северного государственного медицинского университета, внештатный клинический психолог Минздрава Архангельской области, член Общества православных врачей во имя святителя, хирурга Луки Война-Ясенецкого. Здравствуйте, Евгения Георгиевна. Здравствуйте. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Вы знаете, ну вот согласитесь ли вы с таким наблюдением, что несмотря на вот эту грустную статистику, которая всем, в общем-то, известна, в нашей стране в последнее время что-то меняется. И в положительную сторону в сфере этой проблемы. И вот в качестве примера, в качестве такого позитивного изменения, например, вот хочется вспомнить, что несколько лет назад, ну буквально в 2014 году, у нас в Архангельской области проходило совещание уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного федерального округа. И там прозвучало такое предложение, точнее даже это было внесено в резолюцию, дабы впервые в России, такой прецедент, дабы на уровне законодательства внести четкое определение по вопросу, с какого момента начинается правовая защита человеческой жизни. Очень важный вопрос в отношении вот этих всех вещей, о которых мы сегодня будем говорить. Да, я сама присутствовала и помогала Ольге Леонидовне в подготовке этого совещания. И действительно, сегодня проблема в том, что многие, ссылаясь на существующее законодательство, говорят о том, что у нас человек с момента рождения. И поэтому все, что до того, это принадлежность женщины, это ее организм, это ее часть. Но часто сейчас приводят такие аналоги, рука, нога, да, действительно часть. А ребенок в утробе, какая же это часть? Просто мать помогает своему ребенку, который является не только ее частью, но и частью второй половины ее мужа. И вряд ли она имеет право самостоятельно распоряжаться этим ребенком. Да, вы абсолютно правильно сказали, что религии подтверждают начало жизни с момента зачатия. Более того, есть государство, в котором и жизнь ребенка отсчитывается с момента зачатия. И когда он рождается, он уже рождается не с одного, то есть это не день его рождения, а это продолжение его жизни. И этот период включается в его паспортный возраст. Поэтому, действительно, сегодня надо менять законодательство. В этом аспекте точно. Потому что если ребенок – живое существо, то все остальное – это уже убийство. Как бы мы не сопротивлялись. В последнее время все больше людей начинает осознавать, что аборт – это узаконенное детоубийство. Недавно российское общественное движение «За жизнь» иначе «Крулай». Такое движение существует во многих странах мира. Выступило с инициативой обратиться в Государственную Думу, чтобы на законодательном уровне решить вопрос об исключении аборта из перечня обязательного медицинского страхования, как это сделано во многих других странах. И вот сейчас идет активный сбор подписей, в том числе и в интернете можно подписаться под обращением к депутатной Госдуме. На днях поставил в своей подписи «Святейший Патриарх Кирилл». Позже пожелание подписаться также выразил главный муфти России Талгар Аджуди. Положительный относится к этой инициативе и главный раввин России – Берлазар. Но вот Евгения Георгиевна, в обществе все равно сохраняется напряжение по поводу этого вопроса, тем более, что сразу же началась, как можно заметить, информационная война. Стали передергивать слова, стали передергивать формулировки. И вот возникает опасение, что же хотят запретить. А запреты, как всегда, как обычно, они воспринимают очень негативно. И не могли бы вы, может быть, рассказать на примере других стран, в тех, в которых уже принято подобное законодательство, а это Япония, Великобритания, вот как мне удалось найти, Ирландия, Польша, Винляндия, Израиль, Кипр. Вот как у них это происходит? Что запрещают? И что разрешают? Ну, во всяком случае, не запрещен аборт, прерывание беременности в тех случаях, когда идет угроза жизни самой женщины. Здесь это не обсуждается, и это делается. Кроме того, согласились с тем, что если беременность наступила в результате насилия, и женщина не хочет вынашивать эту насильственную беременность, то здесь тоже разрешается. Все дело в том, что из всех правил бывают исключения. И я, например, знаю несколько случаев, когда женщины родили после насилия, и потом сказали, как хорошо, что мы не убили этого ребенка. Он не виноват в том, что произошло в моей жизни. Поэтому нельзя говорить, что запретили вообще все или запрещают вообще все. Все в разумных пределах и все с позиции разума и разумности. Вы правильно сказали, что передергивают. На самом деле, может быть, и мы, и фестиваль «За жизнь» достаточно мощно начали пропагандировать запрет абортов. Может быть, действительно нужно было провести большую подготовительную работу в плане все-таки «За жизнь» и «За чистоту отношений». Потому что вот о тех беременностях очень часто говорят, как раз о беременностях, которые связаны с неправильными отношениями между мужчинами и женщинами, с безответственными отношениями. Потому что тогда, когда и женщина, и мужчина понимают, что после того, как они провели время вместе, получили удовольствие, это же может закончиться беременностью. И поэтому действительно у нас вот сформировалось такое, как сейчас говорят, абортивное, абортное мышление скорее избавиться. И у нас теперь даже материнство воспринимается не с радостью и беременность, не с радостью, а беременность как какой-то страх и наказание. я помню давно, лет, наверное, 15 назад мы проводили такое исследование, где ставили иерархию страхов женских. Чего ты боишься больше всего в жизни? И там среди прочих были «боюсь не выйти замуж, боюсь не родить ребенка, не стать матерью, боюсь забеременеть, боюсь потерять друзей, боюсь потерять работу». И, представляете, на первое место вышла «боюсь забеременеть». То есть, по сути дела, боюсь стать матерью. И поэтому материнство воспринимается не как какая-то Богом данная радость. И твое женское предназначение, оно действительно реализуется через беременность, а как что-то мешающее в жизни. И это, конечно, совсем неправильно. Вот, насколько я знаю, вы очень много лет как раз занимаетесь тем, что предупреждаете вот эти ситуации, просвещаете и медиков, и будущих мам в этих вопросах. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе, что у вас, какой позитивный вот уже опыт накоплен. Вы знаете, могу поделиться, конечно, радостью. Мы уже два года проводим курсы, которые называются «Работа с женщиной в ситуации репродуктивного выбора». Ну, попросту доабортное консультирование. И мы стали на этих курсах проучивать не только психологов, как обычно это принято, а мы расширили границы. И мы приглашаем и врачей, акушеров-гинекологов, и медсестер, и акушерок, и фельдшеров, и социальных работников. То есть все сотрудники медицинского учреждения, которые готовы вести эту просветительскую работу, пройти через наше обучение и получить сертификат. Для чего? Мы как раз там и говорим о ценности человеческой жизни, о том, что неправильно, если мы делаем выбор только в одну сторону, в сторону аборта. И почему я хотела сказать о радости? Мне нравится, как меняется мышление и взгляд самих акушеров-гинекологов. Потому что сегодня ведь кроме того, что аборт – узаконенное убийство, у нас ведь и акушеры-гинекологи, когда проходят обучение в мединституте, чтобы получить право быть врачом, они должны сделать аборт. То есть они уже подписывают, вот если мы сейчас на православном канале, то мы говорим, что они подписывают договор с сатаной на убийство. Потому что как иначе? И врачи очень часто лишены права выбора делать или не делать аборт. Поэтому обязательно, как в других странах, есть такой пункт, он прописан, что право врача по велениям совести отказаться делать аборт. У нас в Архангельской области тоже есть прецеденты, когда акушеры-гинекологи отказывались, за это они лишались права работы, но через какое-то время их восстанавливали в должности и позволяли работать в отделении, где аборты не делаются. Их действительно освобождают от этой... Я не хотела бы сказать, что это операция, потому что операция это то, что спасает жизнь, что сохраняет здоровье. А тут масса последствий физических, но самое-то главное психологические. Вот у меня здесь лежит книга Терезы Бьорк «Запрещенные слезы» или о чем не рассказывает женщина после аборта. Тереза Бьорк и Давид Риартон. Это два специалиста, которые больше 20 лет работают с женщинами, перенесшими аборт. Постабортный синдром, о котором у нас тоже не принято говорить. И не только не принято, но многие врачи говорят, да что за чушь, о чем вы говорите? Но психиатры сталкиваются с тем, что женщины приходят с депрессией, с какими-то тревожностями. И очень сложно установить отчего. Потому что если глубоко не работать, то да, у нас все время есть какие-то проблемы. Финансовые, семейные. А что является первопричиной? И оказывается, при глубоком анализе, при серьезной работе выясняется, что вот эта болевая точка, она находится в далеком-далеком прошлом. И она связана с тем, что женщина взяла на себя такую тяжелую ношу. А у нас не принято об этом говорить. У нас не принято обсуждать, не принято освобождаться. У нас все это умалчивается. Ну и доктора очень часто тоже, работая с женщиной, очень спокойно аборт так аборт подписали и все. И слава богу, что сейчас уже в течение последних лет обязательно доабортное консультирование. И его не надо воспринимать как акт направленный на то, что отговорить женщину от аборта. Ее не отговаривают аборта. Ей просто показывают все альтернативы. Выбор делает сама женщина. Беда в том, что у нее нет времени на осознанный выбор. Потому что по приказу у нее еще после того, как она прошла осмотр гинеколога и беседу с психологом, у нее должна быть еще неделя тишины, когда она в семье сама с собой осмысливает, какой все-таки она делает выбор. И очень многие женщины жалеют о своем скоропалительном решении. Многие женщины переживают, что их не поддержали близкие, мужья, родители. Потому что на самом деле психологически очень мало женщин спокойно идут на аборт. Переживания сильные, страдания сильные. И еще одно исследование мы проводили тоже уже больше 10 лет назад, тоже может быть лет 15 назад, когда выясняли психологическое состояние женщины после аборта. Так вот, физиологически у нее и физически у нее было все хорошо. Но она жаловалась на плохое самочувствие. И когда мы провели психологические тесты, то выяснилось, что у нее очень высокий показатель по ощущению психологического одиночества. то есть она избавилась, казалось бы, ну и все, тебе хорошо. А оказывается, она страдает от того, что она избавилась. Поэтому психологические аспекты ни в коем случае нельзя умалчивать. Вы знаете, я недавно встречалась с Галиной Николаевной Чумаковой, нашим замечательным детским доктором, анатологом. И вот позвольте я процитирую. Она как специалист об этом говорит, что есть очень много научных работ, которые доказывают вредное влияние первого аборта. И прежде всего, после него беременность может не наступить никогда. Вторая проблема состоит в том, что при наступившей все-таки беременности после сделанного аборта крайне велик риск внутриутробных инфекций, нарушения прочности плодных оболочек, невынашивания плода, гипоксии. То есть если желанной беременности предшествовали аборты, они резко нарушают качество этой беременности. То есть физиологически это очень тяжело женский организм переносит. Евгения Георгиевна, расскажите, пожалуйста, о вашем замечательном проекте, который поддерживает женщин, беременных женщин, будущих мамочек. Это школа материнской любви, это колыбельная для беременных. что это для чего, как это у вас происходит? Действительно, раньше занятия в женской консультации были вменены в обязанность акушерочек, которые говорили о том, как подготовить себя к родам, как правильно вести себя во время родов. Но это тоже неправильно, потому что роды это совсем-совсем немножко. А главное, что происходит до того, как женщина пришла в родзал, а дальше, что будет в жизни. Так вот, когда мы писали наш проект «Школа материнской любви», мы ставили главное это работа опять же с медицинским персоналом. Для того, чтобы психологически персонал был готов проводить свою школу, ориентируя женщин на счастье материнства, на радостные роды, на умение общаться в течение девяти месяцев с ребенком, который находится в утробе. Он живой, а раз он живой, значит, с ним надо взаимодействовать и общаться, надо его уметь радовать. И поэтому в Успенском храме организовали пение колыбельных, потому что ничто так не успокаивает и саму женщину, и ее внутриутробного ребенка, когда мама поет пусть монотонно, не очень хорошим голосом, но вкладывает душу, поет для ребеночка. И потом с этими песнями идет по жизни. И выяснилось, что мы действительно очень мало знаем колыбельных. Некоторые вообще не знают. Ну, в крайнем случае, когда просят что-то спеть, поют что-то из современного репертуара, вот то, что на слуху. Только специальные каналы могут дать возможность послушать эти песни. Кроме того, очень важно в этих школах, когда они работают, готовить паб, потому что это, наверное, вот такой ценный опыт построения семьи. У нас очень часто, влюбившись, испытав друг к другу сильную страсть, закрепив законом, слава Богу, да, и, может быть, еще православные или там люди, которые поняли, что нужно еще и венчаться, но ведь на самом деле это только, опять же, маленькие моменты, а все остальное строить, 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 терпение, умение правильно воспринимать другого человека. Очень часто, действительно, мы не понимаем правильно, что такое любовь, и поэтому вы, конечно, опять же, как православный человек, знаете эти высказывания апостола Павла, да, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, вот я хочу оставить вам, спасибо большое, оно достаточно длинное, но там каждое слово, это такая изюминка, вот это то, что, наверное, в ЗАГСе, когда получают свидетельство о заключении брака, должно быть вложено как грамота напоминания. спасибо, Евгения Георгиевна, вы знаете, я хотела бы вас поблагодарить за участие в нашей программе, к сожалению, эфир наш ограничен, вот, ну, наверное, добавить к сказанному, что все те занятия, которые проходят в храме, которые проводите вы, они доступны для всех, для всех желающих, и кто заинтересовался, конечно, можно обратиться и всегда найти возможность. Уважаемые телезрители, и хочу еще добавить, что в наших православных храмах оказывают помощь женщинам, попавших в трудную жизненную ситуацию, когда вот стоит вопрос, делать или не делать аборт, какая-то социальная ситуация, сложная, житейская, и получить эту помощь, узнать о ней можно, позвонив на православный телефон доверия, его номер вы сейчас видите на экране. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что проходит акция по сбору подписей, которую проводит организация «За жизнь», и вот более, более полную информацию об этом вы можете узнать на сайте общественного движения «За жизнь». На этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо за ваш интерес к этой очень важной теме. Их так редко освещают на нашем телевидении. И, конечно, счастья всем семьям и нежеланных детей, а тех детей, которые у вас должны появиться. они все должны быть желанными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok